Коротко, на что я хотела обратить внимание. Во-первых, действительно сразу после принятия закона все органы власти стали принимать различного уровня акты, подзаконные нормативы права и акты, которые по своей сути, большинство из них, они сужают право на доступ к информации, либо же напрямую нарушают нормы закона о доступе к публичной информации. То есть принимая акты во имя исполнения закона, они фактически этими актами наоборот ограничивают его действия, таким образом нарушают закон на доступ к публичной информации. А именно, я уже говорила в вашем пресс-центре о том, что существует проблема принятия актов, которые устанавливают, какая информация не является публичной, соответственно, она не может предоставляться по запросу и они не обязаны ее публиковать. Это не соответствует действительности, не соответствует духу и букве закона о доступе к публичной информации, потому что именно по закону о доступе к публичной информации вся информация, находящаяся у органа власти, она уже публичная. Она может не предоставляться, поскольку эта информация была отнесена с ограниченным доступом. Или изначально, когда она к нему поступила, она с ограниченным, то есть речь идет о том, что если это банковская тайна, то есть о лице, когда проводятся проверки. То есть есть ли у органа власти информация о лице, которая к нему поступила. Второй важный момент – это появление актов, которые установят, какая информация является служебной. И они тоже принимаются с нарушением. Там два основных нарушения. Первое – они относят информацию к служебной информации, которая априори по закону не может быть отнесена к служебной, а именно расходование бюджетных средств, а также имущества коммунального или государственного, в том числе и фамилии, имена, а также наименование юридических лиц, кому это было передано имущество или кому были переданы какие-то бюджетные средства, в том числе и выплаты. Второй момент – это что служебная информация является, фактически ее приравняли, раньше существовала такая категория, как конфиденциальная информация еще и властностью державы. Но по закону он устанавливает новую идеологию, что служебная информация может быть только две категории информации, и то, если докажут, что это действительно необходимо, а именно внутренняя переписка или обговоры определенного вопроса перед тем, как выносится на обсуждение проект решения, а также информация в сфере обороны, оперативно-розыскной деятельности и контрразведывательной деятельности. Что это и при условии, если будет обосновано, какому интересу угрожает, что эта угроза значительная, то есть это должно быть обоснованнее, что эта угроза значительнее, чем право общественности знать. Это ответственность доказать, это лежит на органе власти. Только в таком случае, то есть это достаточно, если следовать букве и духу закона, это достаточно утомительная процедура, и, соответственно, учитывая, что ограничивается доступ к информации, а не к документу, то есть если вы хотите абзац информации из документа сделать служебной информацией, вы должны написать обоснование на целую страницу. Это утомительная процедура, и бюрократический аппарат на всех тренингах чиновники говорят, так это невозможно, получается мы почти полностью открыты. Да, в том-то и дело. Цель закона была сломить культуру закрытости, уйти, фактически, для чего нужна фактически в какой-то степени закрытость власти? Только если необходимо обеспечить оборону страны, или расследование преступлений конкретных, или оперативно-развитную деятельность, опять-таки, при проведении уголовных расследований. Но и то, по конкретным операциям, не вообще засекретить деятельность этих органов, а когда проводятся конкретные операции, когда устанавливается истина по делу, по конкретному делу. Однако, к сожалению, на практике эти нормы фактически были нивелированы. Во-первых, такими актами, которые устанавливают, какая информация является априори служебной. А во-вторых, Кабинет министров до сих пор продолжает выпускать акты для службового коррестувания, ДСК. Однако, по закону о доступе к публичной информации, не вдаваясь в подробности, это невозможно. Акт, который уже, вот акт исполнительной власти, если это не оперативно-развитная деятельность, или, опять-таки, не расследование конкретного уголовного дела, он не может быть информацией с ограниченной доступом. Не может быть этот документ, вот, иметь такой гриф. К сожалению, это продолжается издаваться, и, соответственно, фактически весь потенциал закона, он нивелирован. Поэтому, знаете, сегодняшний праздник, это вот для меня, как в той старой советской песне про победу, этот праздник со слезами на глазах. Только в данном случае слезы, к сожалению, не радости, как были, вот, победа, да, после Второй мировой войны, а слезы, к сожалению, горькие. Поскольку мне казалось, что все-таки, по моему глубокому убеждению, этот закон, да, безусловно, он есть, имеет недостатки. Но, по мне, он очень грамотно выписал механизмы неограничения информации о деятельности власти. Лучше, Виктор, кстати, чем во многих европейских законах. Там они еще более декларативны с точки зрения буквы закона. Есть тут такие нормы, которые, вот, сказано, что при вопросах доступа к информации только этот закон действует. Вся информация открытая и закрытая только вот эта узкая информация. Но и то все равно. Практика продолжает оставаться практикой. Соответственно, я призываю гражданское общество не надеяться на добрую волю чиновников, отстаивать право знать в судах, делать общественные кампании, а также заниматься, пытаться сотрудничать с властью, ставить вопрос о необходимости проведения обучающих семинаров для того, чтобы изменить культуру секретности. Для того, чтобы изменить культуру секретности, надо, опять-таки, проводить обучение, учить чиновников пользоваться законом доступа к публичной информации, а также, безусловно, обращаться в административные суды для того, чтобы административный суд отменил эти акты. Иначе мы нивелируем этот потенциал, который заложен в этом законе. Спасибо.